Ну что ж, здравствуйте, дорогие мои подписчики и все, кто будет смотреть это видео. Сегодня ко мне снова пришли друзья. Здрасте. И принесли что-то интересное. Сегодня мы будем пить редкие, в наших краях, достаточно извращенные дистилляты из всего мира. Какие же? Какие? Что это у нас есть тут? Я думаю, что... Байдзю. Это Байдзю. Это Байдзю. В общем-то произведен в Пекине, но привезен из Таиланда. То есть задняя этикетка на тайском языке, здесь все на китайском. То, что мы смогли перевести переводчиком Google. Что-то довольно-таки интересно. Байдзю это вообще интересная очень история. Они делают этот дистиллят... Все-таки это, наверное, дистиллят или ректификат? Это вопрос. Но на дистиллят. Они делают это все... А может и ректификат? Да какой ректификат? Двух. Ну да, они в полу роют ямы, обделывают их досками. Туда кидают пшеницу. Тут вроде как ячмень написан был, но я уже не помню. Если Google нам не врет. Если Google опять же не врет, да. Делается закваска в течение 15 дней в этой яме. Накрываются деревянной же крышкой. В общем, все довольно-таки жестко. И страшно. И страшно. И потом перегоняют все это в двух железных чанах каких-то там жестяных. Ректификат, да, у тебя вот с двух чанах. Ну, скорее всего, это дистиллят. Так что это дистиллят. Что довольно-таки интересно, да. Наверняка. Вот. И 56 градусов. Это неоспоримый плюс этого напитка. Я думаю, что это вот жесть. Вот. В общем, Китай из Вьетнама. Вот. И второй экземпляр это коньяги. Коньяги. Знаменитый напиток, который произведен в Танзании. Но привезен из Занзибара. Кении. В Танзании. Кении этот. Я читал, что в Танзании. По-моему, может в Танзании. Вот, кенийский. Вот, Танзания. Танзания. Да, как циза. Он производится в Танзании. Ну, ладно. Но привезен из Занзибара. Из чего он сделан, я не знаю. Честно. Я гуглил, я не нашел. Судя по этикетке, это когда огненная вода. Дух пламя. Да, Дух нации написано. Дух нации. Вот это вообще непонятно, на что он. Мужик. И накачанный темнокожий мужчина в майке, которому ему все нравится. В алкоголичке. В алкоголичке. Светочку такую. Да. Это тоже очень интересно. 35 градусов. Я знаю про него небольшой секрет, но мы это узнаем в процессе распития. И я предлагаю... Надо повышать. Нет? Нет. Я предлагаю сегодня, в порядке исключения, бахнуть байдзю. И потом покажется райской... Райской... Райской коньяки, да. Но его не в земле хотя бы? Я не знаю, как его делали. Я же не знаю, ни с чего его делали. Но я знаю, с чем его привкус. Он с привкусом. Надеюсь, не с привкусом коньяки. Или вот этого... Или мужчины. Подмышек его, которого... Демонстрируют. Надеюсь, там будет видно в кадре. Мы специально поближе поставили. В общем, такие две прекрасные, милые чекушечки. Это у нас 200 миллилитров и, наверное, 100. Да, да, 100 миллилитров. В общем... Китайский Вьетнам. Китайский Вьетнам. Китайский Вьетнам. Танзанийского Занзибара. Ну, это не чудо. Кто вам еще такое покажет, да? И новая, очень милая, стопочки. По целой? По половиночке. По половиночке. Землей пахнет. Нет, землей не пахнет. По доскам. По доскам. А это ли не выдержка в домовой бочке, да, скажите вы? Ну, почему? По доскам. С какой стороны зашел? При контакте с досками или какими-то гвоздями ржавыми. Не, ну это же настаиваются. Не выдерживаются. Ну это настаиваются, да. По этому еще перегоняли они. Ну что, тут не хитростная закуска. Ну, это самогон. Пахнет, пахнет самогоном. Вообще, это национальный китайский напиток. Ну, как можно узнать из Википедии. То есть, они это пьют. Они это пьют, делают это много. По-моему, Байдзю, если я смотрел какую-то передачу про это, в огромных количествах они делают это, гонят. И я уже пил его, но с другой этикеткой, и по-моему, 40-градусный. И не помню, к сожалению, как бы это было дело в баре. Мы пили из-под стола, этот Байдзю. Не помню даже вкуса, ничего. Ну, вкусно вроде. Ну, самогоночка, это пахнет самогоночкой, ну, не лучшего качества. Не лучшего, далеко не лучше. Немножко подкатать, но сразу тошнота. Когда вот и нихуя такой запах, если сейчас качество, не мои иммунфакторы. Это будет позже у нас в процессе вечера. Хорошего качества. А это... Ну, все равно, интересно, все-таки. Ну, национальный напиток, интересно пробовать всегда. Как будто какими-то фруктиками немножко все равно отдает. Да, где надо. Ну, яблоко кинули туда в эту б... Это я, может, так? Не знаю. Ну, надо пробовать, конечно. Нет, на самом деле, легкая фруктовость. Можно вообще нафантазировать. Давай там завтра. Почему? Надо что-то искать. Самый главный плюс, что он не пахнет землей этой самой и гнилыми досками, в которых он, собственно, дображивал. В мискале, допустим, вообще ноги мочат. Мы же его... Слушай, нам поработать. Я прям хочу это попробовать. Давай. 56. Ну, с наступившим Новым годом. Ладно. Ну, это самогонка. Все равно привкус-то такой землистый. Безусорно. Как будто как осадок. Как осадок, да, такой? Чувствуешь? Вот какой-то... Как какой-то порошок или не порошок. Это привкус определенный есть. Не самый приятный. Но очень пошло все это согревающим ударом, волной по организму. Что хорошо. Ну, ребята... Ну, русский человек не будет отопить в больших количествах, в любом случае. Это вот наш, как вот самогон, который в деревнях гонят. Который димедролом вот этот разбавляет. Добавляет. Ну, чтобы вставляло лучше. Да, наверное. Не разбавляет до Менделеевской крепости 40 градусов. Ну, сколько получился? Между прочим, если бы это было виски 56 градусов, это было бы прям суперкруто. Это было бы там каск стрейч, там, бочковая, там, неразбавленной водой. Ну, вот. Так что круто, круто. А я забыл состав. Тут сложно по 15-ки читать. По-моему, там была вода все-таки немножко в составе. Это была. А может и не было. Я уже не помню. А переводчик опять стоит. А теперь вот из стопки пахнет какой-то кислятцой. Угу. Прям кислятиной. Угу. Попробовать можно. Это не так противно. Не для повседневного, короче. Это не так противно. Ну, для ознакомления с культурой и очень милыми вот это акцизы. Да, это, вьетнамские акцизы. А тут там за низки. Очень мило. Ой. Ну, тяжело, тяжело. Тяжело, если честно. Пьется, да. Не самый приятный напиток, который я пробовал. Ну, что ж. Коньяги. Коньяги. Знаменитый напиток. Все, кто побывал в Африке, говорят, что, ну, русские пьют вот его. Вот это единственный аналог водки. Как он открывается? Я не знаю. А, все просто. Ну, ладно. Давай, это вбивай. Я наливаю еще, да? Да, руку не меняем. Руку не меняем. Руку не меняем. Там не видно вроде. Не-е-е. Нельзя было. А ты не понял, наверное? Не понял. Вообще ничем не пахнет, по-моему. Это может побольше 35 градусов после вот бонзая этого. Как его зовут? Кайдзю. Байдзю. Байдзю, да. Это, ну, какая трубочка-то прикольная. Ну, что ж. Поймешь ли ты, в чем прикол этой водки, можно сказать? Ну, это не водка, на самом деле. Пахнет, как разбавленная водка. Пахнет, как водка из... Как водка с водой. Из-под крана. Блин, такой водопроводный. Нет, нет. Может, минералы пахнет. Водопроводом не пахнет? Наоборот, чем-то чистым. Наверное, из-за... Ну, что там у них там? В Занзибаре. Из родника из какого-то. Я сомневаюсь, что там родники в Занзибаре. Ну, давай попробуем. Почему-то я ожидал другого вкуса. Я читал комментарии, я почитал много про него еще. Блин, лишь бы она не выдохла. Где-то писали... Она очень долго стояла. Она стояла, правда, долго. Где-то писали, что это просто технический питьевой спирт. Знаешь, даже такое... Где-то написали такое, что я прямо удивился. Я сейчас жду этого вкуса. Ничем не пахнет. Ну, он не пахнет тем, что писали. Я сейчас скажу, когда выпьет. Даже запах спирта выветрился уже. Может, у меня ковид? Я запихнул, Андрей. Ты в обе сразу, что ли? Я слишком глубоко засунулся. Не так же, наверное. Нет, я одно, одно, одно и разорю. О, теперь спирт чувствуется, ребята. Хорошо. Да, еле уловимый запах спирта. И больше я ничего не чувствую. Ну, давай, на, пробовать. Неужели нас обманули? Попробуем. Вряд ли у нее есть сурогодность. О! Ну, и что за прикус? Я, может быть, не узнал, если бы не прочитал. Да, есть прикус. Это не водка чистая. Далекий-далекий. Все равно самогоночка отдает. Нет, вот. А вкус не могу понять, что это? Можжевельник. Это, короче, джин. Это джин. Самый прикол, что это не водка. Ну, как писали многие. Это водка с можжевельником. То есть, ну, по идее, это какой-то части джин. Надо перепробовать. Да, вот это можно перепробовать. И микс не будем делать. И микс точно делать не будем. В общем, это водка с можжевельником. Нежнейший вкус. Прикинь, самогоночки. С пиртозойником. Никакой нет. Никакой нет. Ну, только 35 грамм. Ну, после этого, конечно. Я поэтому и напоследок и оставил. Это, в общем, это водка. Где они взяли можжевельник? В Танцзании? На Сан-Зибаре. Может быть, скорее всего, привозной. Нет, может, он там и растет. Я не знаю. Но это вот... Он далекий-далекий. Он вообще не навязчивый такой. Как примерно... Подожди. Мне даже интересно. Я тебе серьезно говорю. Я тебе прочитал это. Я в многих источниках. Но в неофициальных. Но неофициально. Я официально не нашел. Вообще нет. С самогоночкой все равно отдает. То есть, это... Я бы сказал, что это... Очень такая... Хорошо очищенная самогоночка чем-то. Историю, да. Производство, я не знаю. Как они там делали? Вообще без понятия. Явно не первого перегона. Ну, может, даже вторую. Да, вторую дистилляцию. Почему нет? Что ж. Давай еще раз. Еще раз. И мы теперь прочувствуем, зная эту информацию. Сейчас сложится рецептор. Не чувствую. Ну, и может быть, у меня от того, что я знаю. Я отдаленно чувствую. Да нет. Ну, да есть. Ну, очень может быть. Ну, слабенько. Ты и про Архангельскую можжевелову говорил, что это как обычная водка. Может, ты не чувствуешь? Ну, когда мы летом выпивали в походике. Несколько лет назад. Не знаю. Ну... По крайней мере, это приятно пить. Может, я бы независимо моему эксперту сказать, за кадром попробовать. Если там можжевельник. Мне кажется, надо. Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Отведайте. Она не желает сниматься. Это важно. Ну, можно сказать. А тут сорокалетие дирственники. Да? Есть. Есть. Ты его не чувствуешь. Я так и знал, блин. Тоже мне, ксилет, пробовал. Третий. Не знаю. Как по мне, так это привкус самокон. Ты его не чувствуешь. Я его не чувствую. Я так и знал. Ну, все. После ковида. Да, возможно, после ковида. Отключилось. Нет, вот это, по крайней мере, приятно. Коньяги однозначно... Я бы ее пил прям. Да. Но... Если бы она у нас продавалась, она нигде не продается. Прямо можно пить, но... Тут... Я бы ее пил. Нельзя машинам и беременным женщинам пить. Хорошо. Попадаем. В машину... А, заливать помывайку нельзя и беременным женщинам. Ну, блин, нормально. Нормально. Запахи нет. Запахи нет. Во вкусе точно есть. Значит, у меня рецепторы. Заканчиваем. Ковидные. Да. Все. Это... Вот коньяги однозначно, если где-то увидите, просто хотя бы для... на пробу взять. Байдзю только для расширения алкогольного кругозора. Вот вашего. Что сказать? Да, я байдзю пил, сказать, в компании где-нибудь. В курилке на замок. Холестанутся. Байдзю пил. Ну, все. Не пейте много, пейте вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Пока-пока. Продолжение следует...